Перед стартом инструктаж и разминка. Есть 15 минут, чтобы разогреть мышцы, почувствовать расстояние и глубину. Станислав Писанок в соревнованиях участвует ежегодно. Профессия обязывает. Работает инструктором по плаванию. Отмечает, обе дисциплины сложные, каждая по-своему. Плавание с автоматом тут идет в экипировке, как военно-прикладной вид спорта. Непосредственно у вас форма, автомат, рюкзак, берцы, ремень. Это создает условия, приближенные к боевым, к настоящим. Поэтому это тяжело с точки зрения сопротивления к воде. А проныр в длину – это, грубо говоря, тяжело в плане задержки дыхания. То есть испытываешь кислородное голодание. Поэтому тут тоже нужно суметь себя рассчитать силой, чтобы не заснуть. Потому что бывают случаи, когда человек плывет и засыпает прям под водой. Первый заплыв в экипировке. Этот вид прикладного спорта характерен для местных соревнований. На более масштабных чемпионатах его нет. Для начала участники окунаются в воду, чтобы намочить экипировку. Затем на старт. Чтобы получить первый спортивный разряд, нужно преодолеть 100 метров за 2 минуты 20 секунд. Илья Шейн справился гораздо быстрее. Результат – минута 28. Так я плавал первый раз в своей жизни. Именно с автоматом. Он мне отбил всю голову. Вот. Это было чертовски. Незабываемое ощущение. Я плавал в похожих условиях. С тормозами, знаете, майки. Но вот именно вот так вот никогда. В этом году участники показывают высокий уровень подготовки. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом нормативы ужесточили. Если раньше в нырянии в длину, 50 метров был первый спортивный разряд по военно-прикладному спорту, то с этого года получается у нас уже надо пронарнуть 112 метров. Это уже существенное утягощение, можно сказать, нормативов. Потому что 112 метров – это уже за мою служебную бытность помню только два раза. Все участники подготовлены. Спорт для военнослужащего – вопрос не только здоровья и выносливости. Полезен он и семейному бюджету. Существуют дополнительные выплаты за уровни физической подготовленности. Например, высший уровень – это 70% ежемесячная надбавка. Если первый разряд сегодня выполнят военнослужащие, они будут получать 80%. Кандидат – 90%. Ну и, конечно, мастер спорта – это 100% ежемесячно. Это примерно 15-20 тысяч ежемесячно. Это большое подспорье и семейному бюджету, и вообще для военнослужащего самого. После соревнований из лучших спортсменов сформируют сборную команду. Этим составом отправятся в Санкт-Петербург на чемпионат военно-морского флота. Он пройдет уже в середине февраля. За спортивной борьбой в воде наблюдали Юлия Ефремова и Мария Буйлова. Информационный канал Севастополя.